МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постоянно с улыбкой в движении, в танце, с песней. И таких жизнерадостных оптимистов, как Татьяна, здесь 20 человек. На вечер знакомств в клубе «Активное долголетие» они пришли за живым общением и положительными эмоциями. В лагоделом мы тут можем найти себе, кто поет, кто танцует, кто стихи читает по интересам, да, и потом будем общаться. В таком формате встреча проходит впервые, хотя планировалось еще год назад. Идею подали сами члены клуба, говорят организаторы. Знакомиться и общаться за кружечкой чая в уютной атмосфере под живую музыку приятно в любом возрасте. Люди старшего поколения могут встретиться, познакомиться, пообщаться в таком новом для себя, возможно, формате. Вот, попить чай, отдохнуть, показать себя с творческой где-то стороны. И дальше уже, дай бог, если все получится, ну, по крайней мере, дружеские, теплые отношения останутся между людьми. Все, как в старые добрые времена. Общение за круглыми столами, чаепитие, возможность рассказать о себе. Особенный командный настрой задает интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером». Верите ли вы, что Джоанна Роулинг написала книгу о Гарри Поттере, вдохновившись русскими народными сказками? За обсуждением вопросов сдружились. И дружба, конечно, победила. А когда зазвучала живая музыка, усидеть на месте никто не смог. Формат встречи под названием «Быстрые свидания» себя оправдал. За время карантина таких встреч и общения пожилым людям не хватало особенно. Здесь раньше было, ну, собирались, каждый день приходили под караоке, пели, ну, пожилые все, довольны были все. И вот сейчас приходят, когда же это закончится, когда закончится все, ну, поняли, да? Вот сейчас хоть собрались, все довольны, как кажется, после таких, ну, вирусов этих всяких. Получился настоящий праздник дружбы, и организаторам за это искренняя благодарность, говорят участники. Работа клуба «Активное долголетие» вдохновляет на творчество, на общение и позитив, а главное – помогает забыть о возрасте. Старшее поколение с удовольствием приходит в «Активное долголетие». Там есть и кружки, и танцевальные, и театральные есть, в частности, кружки, и песенные есть, и художественные. То есть все разные, и люди по существу начинают по-новому жить. Поэтому это очень приятно. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.